Каждое нарушение должно быть в единой электронной базе. Вот приехали инспектора, привезли, например, 10 протоколов с собой, да, и здесь вот они их в комнате точно так же забивают в базу. То, что для школьников выглядит как простой компьютерный класс, на самом деле один из рабочих кабинетов. Для службы ГИБТД он очень важен. Здесь рукописные протоколы переносят в единую базу. Визит в этот кабинет – один из первых этапов экскурсии для отряда юных инспекторов дорожного движения из 7-й школы. Каждый инспектор дорожной патрульной службы должен иметь очень хорошее состояние здоровья и хорошую физическую форму. Очень часто приходится и догонять каких-то нарушителей и преступников. Учебные комнаты, рабочие кабинеты, залы с кубками – все это только часть экскурсии. А началась она еще в автобусе, когда ребят забрали со школы. Там им рассказали историю подразделения, а также заинтриговали тем, что их ждет в спецподразделении ГИБДД. Когда инспектора заступают на службу, первое, что у каждого инспектора с собой вот такой чемодан с административным материалом, тут находятся протоколы, жезл, светоотражающий жилет. Обязательно у каждого инспектора с собой небольшой ножик, для того, что если вдруг произойдет какое-то ДТП с пострадавшим, можно было бы перерезать ремень или еще что-то. Обязательно получают резиновую палку, наручники, табельное оружие, шлем защитный, бронежилет. Такой комплект у каждого инспектора ДПС. Экипируют ими только если поступает спецзадача. Школьникам даже предложили примерить. Ничего сверхтяжелого, говорит инспектор. Пластину тут второго класса. То есть вес такого бронежилета от 3 до 5 килограмм. Плюс шлем. У нас, прежде всего, существуют специальные задачи и специальные операции. Если поступает команда, вот без всего, без этого инспектор на службу не заступает. Помимо этого, каждый стационарный пост оборудован оружием. Притом как автоматическим, так и снайперским. Плюс оружие нелетального действия, карабин и пистолет. Их, кстати, можно заряжать как газовыми патронами, так и сигнальными. Все оружие разрешили подержать в руках. А еще примерить на себя экипировку. Могу сказать, что сложно, но удобно. Мне... Я бы так не ходил, конечно. Не меняя любопытной часть экскурсии, патрульный автомобиль. Где ребята из отряда Юйт не растерялись и стали нажимать на все кнопки. Нажимай. Это для подачи сигнала водителям. Трансфонсредств. Требования остановки. Водитель трансфонсредств также. Можешь включить сигнальную сирену. Так выключи потом. Подобные экскурсии проводятся минимум раз в год. Участниками обычно становятся члены отряда юных инспекторов дорожного движения из разных школ. Чтобы ребята познакомились с профессией сотрудника госавтоинспекции. Конечно, точных цифр о том, сколько ребят из отряда Юйт становятся сотрудниками ГИБДД, нет. Но бывает и такое. У нас в этом году была практикантка из Орловского института МВД, которая раньше была юным инспектором дорожного движения. И приезжала к нам и на конкурс Юйт, и была у нас на экскурсии в подразделении. И с большой любовью об этом говорила. И все-таки действительно выбрала своей профессией, именно дорожно-патрульную службу. Традиционно такие экскурсии заканчиваются возложением цветов в мемориалу сотрудникам ГИБДД, погибшим при исполнении служебных обязанностей.